Здравствуйте, Дмитрий Павлович. Скажите, пожалуйста, так все-таки почему в квартирах Южан радиаторы не греют? Почему так холодно? Почему некоторые жители фиксируют температуру только плюс 10 градусов? Ну, если говорить именно о температуре сейчас, которая действительно во многих квартирах совершенно неудовлетворительная и достигает и 10 градусов, и 15, это безусловно не соответствует всем требованиям и нормам. Но проблему здесь нельзя рассматривать только вот сиюсекундная, сиюминутная. Есть основные вопросы, которые действительно необходимо рассматривать с начала отопительного сезона. Во многих домах, скажем так, в некоторых домах, в некоторых квартирах постоянно возникают проблемы с режимом отопления, то есть тепловым режимом. Мы эти все дома и, по сути говоря, даже квартиры практически знаем уже как отче наш, и эти вопросы системного, так сказать, проблемы системного характера, которые необходимо решать. Значит, а если рассматривать ситуацию сегодняшнего дня, очень много заявок действительно поступает не только с этих проблемных домов, но и практически со всего города, со всей южной части. Здесь надо отметить именно два момента. Первое, это то, что на прошедшей неделе было два аварийных остановок котельной, точнее котельная работала в циркуляционном режиме. Одна авария была на котле, ну и вторая была, значит, на котловом контуре. Значит, что произошло? На улице была температура порядка 40 градусов, от 30 до 40. Поскольку котельная работала в циркуляционном режиме, то, естественно, температура теплоносителя падала. Когда запустили котел, начали подогревать, потом был второй остановок. И, безусловно, все это сказалось на то, что температура в домах, в социальных учреждениях, она упала. И на фоне общей температуры наружного воздуха произошла такая есть точка промерзания. Вот, и сейчас мы смело можем говорить, уже с специалистами разговаривали в понедельник, смело можем говорить о том, что уже промерзли конструкции, строительные конструкции. Во многих домах, которые особенно расположены ближе к пруду, на фоне, кстати, низкого температурного режима, еще и ветер был. То есть, поэтому в связи с этим, действительно, во многих домах второго микрорайона произошло похолодание в квартирах. Сейчас котельная работает устойчиво, выдает те параметры, которые необходимы, и процесс обогрева, он, естественно, пойдет. Повышение температуры теплоносителя, значит, соответственно, в домах могут сейчас жители уже констатировать, что действительно батареи стали теплее, но в комнате по-прежнему в квартирах остается холодно. Здесь необходимо, чтобы прошел какое-то время для того, чтобы нагрелись еще и, так сказать, если попросту греть стены. Дмитрий Павлович, следуя из нашего сюжета, людям просто некуда обратиться. Диспетчеры, они берут трубки, в коммунальных компаниях, до коммунальных компаний они тоже не могут дозвониться. Скажите, как поступать в таком случае людям? Может быть, какой-то номер телефона есть единый? И вот планировалось организовать единый дежурно-диспетчерский центр. Как здесь работа осуществляется? У нас есть, естественно, дежурно-диспетчерская служба, единая дежурно-диспетчерская служба. Создана она как раз для того, чтобы собирать информацию о том, какие события происходят в городе, что случилось, какие-то аварии, отключения и прочее. Для того, чтобы можно было максимально оповестить руководство и получить достоверную информацию о том, как этот вопрос решается, самое главное. Это первое. Телефон единый дежурно-диспетчерской службы 55353, он известен всем. Но, прежде всего, необходимо, конечно, обращаться в управляющие компании. Если управляющие компании не реагируют, не берут трубку, что стоит сказать, в последние несколько дней большое количество идет обращений граждан, и, возможно, не успевают обрабатывать всю информацию, потому что постоянно телефон горячий. Можно позвонить в администрацию города, телефон 54065, предусмотренный это. Мы фиксируем и реагируем на каждую заявку, обращаемся и в управляющие компании, соответственно, по нашему звонку управляющие компании, специалисты направляются в эти квартиры. Фиксируют, соответственно, состояние, при необходимости готовят акт. Так что, вот эти телефоны, которые я назвал, в случае, если управляющие компании никак не откликаются, то можно по этим телефонам сообщить. Ну и все-таки, кто виноват, что в нашей квартире холодно? Новая энергетика или РСК, либо третья какая-то компания, либо в совокупности они? Опять же, мы можем сколько угодно искать виноватого и говорить, те или иные компании, они плохие. На самом деле, мне кажется, здесь вопрос, который, наверное, уместен. Обычно мы задаем вопрос, кто виноват и что делать. Здесь, мне кажется, разумней, что виновата и кто это будет все исправлять. Ну, то есть, на вопрос, кто это будет исправлять, понятно, что это наша забота и наша работа в администрации, этим будем заниматься мы. Теперь, что касается, что виновата. Для того, чтобы дать компетентный ответ, просто необходимо проведение энергоаудита. Вот сейчас у нас запланировано уже и проводится, находится, что называется, в процессе разработка схемы теплоснабжения города. Ну, естественно, в том числе и южной части города. Вот, соответственно, в рамках разработки этой программы будут, ее можно рассматривать и как энергоаудит в том числе. Будут разработаны, точнее, будут определены причины, вот состояние, и, соответственно, какие-то рекомендации по тому, какие принимать решения для улучшения ситуации и стабилизации дальнейшей. Если говорить вот в общем и в целом. На самом деле, конечно, есть жалобы и по котельной. Сетевые компании, управляющие компании, соответственно, обращают наше внимание на котельную. Котельная, организация, которая является собственником котельной, обращает наше внимание на управляющие компании и на сетевую. Сетевую компанию, в данном случае, это региональная сетевая компания. Ну, на самом деле, конечно, мы видим одно, вот сейчас можно констатировать одно, то, что на протяжении последних нескольких лет, это я абсолютно точно могу говорить из разговора с жителями, а таких встреч у меня прошло не менее 50 в южной части города, общение с жителями, то есть я выезжал и в квартиры смотрел, однозначно большинство говорят о том, что вот буквально последние там несколько лет ситуация ухудшилась. Значит, действительно, не хватает вот того, видимо, тех параметров котельной, которые она на сегодня выдает. Мы уже, так сказать, озадачены этим вопросом. На следующий год планируем строительство еще двух котельных, которые, на наш взгляд, помогут, ну, несколько ситуацию изменить в лучшую сторону. И сократив, естественно, вот тот, ну, что ли, тот перечень домов, которые обслуживаются ныне действующей котельной, которые обслуживают, точнее, генерируют тепло и направляются в эти дома за счет строительства двух котельных. Вот. Теперь понятно, что ситуация достаточно сложная, когда несколько хозяйствующих субъектов на территории находятся, и очень много времени и сил уходит на то, чтобы найти какой-то компромисс в решении этих вопросов. В данный момент вопрос о приобретении котельной рассматривается. Представлены документы администрации для подготовки. Котельная находится сейчас, так сказать, в залоге Сбербанка, и Сбербанк наши документы рассматривает сейчас, и, соответственно, готовят условия, на которых мы могли бы приобрести эту котельную под гарантией правительства Свердловской области. Вот это вот такая перспектива. Естественно, при приобретении котельной необходимо будет либо сдавать ее в аренду кому-то, передать в аренду, либо создание муниципального унитарного предприятия. Оба этих вопроса сейчас рассматриваются. Сегодня жители требуют перерасчет за несоответствие нормам температурного режима. Скажите, имеют ли они на это право? Безусловно. Если услуга оказана некачественная, то жители имеют полное право произвести расчет оплаты за эту услугу, перерасчет. Для этого необходимо обратиться в управляющую компанию. Представитель управляющей компании должен совместно с собственником жилья зафиксировать температуру. То есть, если мы говорим о тепловом режиме, то, соответственно, существуют приборы. Представитель управляющей компании фиксирует температуру в жилом помещении. Составляется акт. На основании этого акта, вернее, эти акты подаются в региональную сетевую компанию, и они должны сделать перерасчеты. А если люди неделю не могли дозвониться, как раз в холода, как следует нашему сюжету, четвертый день уже женщина звонила, но не могла дозвониться техникум-смотрителям. Что в таком случае? Видно слово, никто не поверит? Ну, вот тот путь официальный, который я сказал, на самом деле, в каждую квартиру, безусловно, не хватит никаких штатных единиц, никаких специалистов для того, чтобы обойти квартиры, когда там порядка двух сотен заявок бывает. Поэтому формируется, если из дома достаточно большое количество заявок, и находящиеся квартиры находятся, допустим, по одному стояку или в одном подъезде, то, соответственно, оформляются документы с перечнем всех указанных квартир, поступившие заявки, даже без фиксации актом. Здесь вопрос уже, естественно, перед РСК, они должны проводить перерасчеты. Спасибо, Дмитрий Павлович.